Привет, друзья, товарищи, меня зовут Дарья. Ровно год назад, 15 февраля, я выпустила свою подписную укулеле, Акулеле. И в преддверии этого события, годик, годик жизни, такими темпами, скоро в садик в школу пойдет моя укулелька. Я скажу, как же мы ее все-таки создавали, как мы к этому пришли, с какими трудностями столкнулись, и, в общем, вся закадровая жизнь создания этого шедевра. Из свой душераздирательный рассказ я начну с небольшой предыстории о том, что, в принципе, выпустить укулельку у меня была такая вот мечта. Идея Х, зачем я вообще что-то делаю в интернете на укулельную тематику? То есть у меня была какая-то мотивация, что рано или поздно это произойдет. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживалась. И, видимо, мои аффирмации ушли далеко в космос, вселенную сошла мой запрос. Поэтому прекрасным летним днем сотрудница бренда Flight, бренд музыкальных инструментов, все, что связано с ними, мы с ними давным-давно сотрудничаем. Она мне пишет с таким прекрасным хамароческим предложением, что давай-ка мы выпустим с тобой вместе совместную подписную укулельку. При этом до меня уже на русском сегменте выпустила Алина Швец свою первую подписную укулелью. И когда она пришла ко мне на обзор, на разбор, я была искренне рада за нее, что типа ура-ура у нас в Russian Community есть человек, у которого есть прям собственная подписная укулелька. И уже тогда закрались у меня мысли, было бы прикольно когда-нибудь иметь и свой подписной инструмент. Я тоже так хочу! Как и случилось! Конечно же, я была ашарашена таким прекраснейшим предложением, и я сразу же согласилась без сомнений. Типа, вау! А мы начали думать, какого размера она будет. Ведь, как и во многом, размер имеет значение, потому что на сопранке, как у Алины Швец, играть я не люблю. То есть, сопрано это самый маленький такой вид, на ней особо много не разгуляешься, если ты еще человек взрослый и просто крупный своему по размеру. Очень сложно как-то с ней коммуницировать. В общем, больше дискомфорта, чем кайфа. И когда у нас начались приговоры о том, что какого размера делать, я говорю, а что вообще есть, какие варианты? Говорят, ну, есть сопрано, а есть вот концерт, недавно у нас появилась такая возможность. Я такая, все, ни слова больше, мы будем делать укулельку-концерт, потому что концерт, он самый ходовой, самый удобный и не настолько дорого стоит от сопранки. А возможности игры и удобства намного больше. Я такая, все, мы будем делать концертную версию. С этим мы пока остановились. Я такая думаю, прикольно выпустить, а кто мне это будет все рисовать? Я сразу поняла, что это мы будем делать вместе с Наташей. Наташа моя иллюстраторка, мы уже давным-давно с ней сотрудничаем. Все то, что вы видите у меня на канале, обложки всякие какие-то, наклеечки и прочее, прочее. Знаете, ряд рисует мне Наташа. Я такая пишу Наташу, то, что Наташа, ты сейчас не поверишь, что мы будем делать, какой проект к нам пришел. Но возникла проблема, а что рисовать? Как оформить, чтобы у человека, когда вот он увидел этот инструмент, он понимал, что это вот от меня. И первое, чем мы начали отталкиваться, то, что за это время уже выработался какой-то единый стиль. Картинки, обложки, вообще оформление, оно в единой стилистике, более такое детское, легкое, непринужденное, мультяшное. Мне хотелось вот сохранить эту стилистику. И Наташа накидала самые первые черновые варианты дизайна. Это вот так вот все выглядело. Вариант с облачками, а где-то еще был и радужный дождь. Это была отсылка на мой баннер канала, который очень долго провисел. То есть у меня было оформление именно таких вот облачков. Дизайн с лягушкой ссылался на мое кольцо с лягушкой, которое я ношу и сама спила из бисера. Минималистичный дизайн с желтым фоном и при этом оранжевыми звездочками ссылался на мою обложку у сборника. В дальнейшем этот сборник перейдет в книгу, но о книге это будет следующее видео. Так что всему свое время мы говорим про укулельку. Ну и последний дизайн, на котором мы остановились, это была акула. Вот с акулой связано очень много в укулеле комьюнити шуток. Во-первых, укулеле обзывают или коверкают его название как акулеле. Типа укулеле, акула и красло, все дела. Этим еще послужил бум на... В Икеа, помните, был такой еще магазин, да, у нас Россия? Была в магазине Икеа такая чудесная акулка. Вот ее все одно время покупали, раскупили. И я такая, о, может быть, вот что-то из этого мы как раз и будем выбирать. Я предложила команде Flight, говорю, вот такие есть варианты. И мы путем общего голосования определились, что мы будем изображать акулу. Мы начали думать дальше над расцветкой основного фона. То есть, что делать? Первоначально дизайн был желтым. Лично мне он нравился, он фреш, джуси, такой интересненький. Но то, что нравится мне, это не значит, что будет нравиться другим людям. Потому что желтый, это не самый продаваемый цвет. Как-то у всех он немножечко может пугать. Наверное, что я поспособствовала к этому песня. Желтые тюльпаны, вестники, разлуки. И вот все желтые, это что-то такое. Поэтому мы решили изменить фон на более какие-то популярные цвета у людей. Это голубой, синий, фиолетовый, что такие вот холодные оттенки. Слава богу, мне бог дал хороший вкус. Я очень чувствую цвета, оттенки. И в конечном итоге из всего этого спектра мы взяли более мятный цвет. И как по мне, это было лучшее решение. Потому что благодаря этому фону наши детали, которые были прорисованы, они вышли на первый план. То есть это акула, это желтые звездочки. И на это сразу падает взгляд, когда вот ты первый раз видишь укулельку. То есть не обращаешь внимания на фон. Фон это фон. Что интересно еще есть по дизайну? В том, что вот голова грифа, если мы ее берем. Здесь специально нарисованы вокруг колков звездочки. То есть это не просто рандомно Наташа нарисовала. Мы делали все по шаблону, по форме, которая нам была прислана заранее. То есть все это было сделано специально. Мог возникнуть вопрос, Даша, почему в этих дизайнах нет пеппы? Где же пепочка, да, свинка пеппа, которую ты фанатеешь и ее коллекционируешь? Ну, по мне видно. Дело в том, что все убирается в авторские права. Мы не можем использовать ее изображение просто потому, что мы захотели. То есть тут уже все намного глубже происходит. Надо как-то пытаться взять права на использование. И в тот момент, когда мы это думали, ну, то есть про свинку пеппу, почему ее добавлять, не добавлять, я осознала, что я потихонечку от нее отхожу. Ну, то есть она, конечно, вот у меня стоит на палке, но в целом такого фанатизма, который у меня был раньше, типа Пеппа, он уже немножко подспал. И чтобы дизайн у кулейки был намного дольше актуальным, мы приняли решение, что вообще не будем пеппу никак использовать и упоминать. Но, конечно же, были идеи и варианты, которые мы, к сожалению или к счастью, не смогли реализовать по тем или иным причинам. Например, у меня была идея для ладовых маркеров, которые ставятся на 5, 7, 10 и 12 лады. Не просто, чтобы он был кругленький, а в виде звездочек. Как это выглядело у швец на ее первой подписной укулельке, тогда маркеры были в виде цветочков. Но, как мне объяснили, на концерте это пока сделать невозможно, потому что это размер концерт. И такого просто-напросто пока не получится сделать. На сопральке можно было бы попробовать. Я такая, нет, ради каких-то фишек я не откажусь от концерт-размера. Ладно, пусть будет к руляши. Конечно, можно это все привязать к тому, что это как типа бисеры. Кстати, упоминая мое хобби с бисером-плетением, вот эти вот штучки, точки на дизайне укулельки, это типа бисер. Потому что по мне вы можете увидеть, я очень люблю всякое плести. Вот это мое Russian Cartier. Вот эти мои перстни. Поэтому мое увлечение также нашло место быть в этом дизайне. И так как это подписная укулеле в коллаборации с брендом Flight, то вы знаете, что Flight славится тем, что помимо самого инструмента идет брошюрка, какие-то наклеечки и чехол, где можно хранить инструмент. Поэтому это нам тоже надо было придумать. Конечно, меня спрашивали, а будем ли мы это делать. Я такая, будем. Я хочу, чтобы это было максимально авторски. То есть, чтобы это было максимально подточено под, как бы, мою задумку. Было несколько вариантов, какого цвета делать все-таки чехол. Остановились на желтом или голубом. Оно желтое, опять же, он был какой-то очень яркий, очень маркий. В принципе, мне нравилось. Но это не значит, что понравится другим. Я выбирала цвет, какой же подойдет лучше под стилистику. Какой Fabrics, какие Details сюда ставить. Смотря откуда приходит Fabrics. Смотря сколько Details. Поэтому мы выбрали вот такого вот голубого цвета. И что интересно, для этого чехла был использован другого материала. Не такой, как у других обычных тревел-укулелек. И вот тот же самый первый подписной Швец. То есть, это более плотный, более качественный. И вот уже ему год на минуточку. А он нигде никак не помялся, не потрескался, не порвался. То есть, ткань намного плотнее, скажем так, холщовее. Ткань действительно качественная и шита добротно. Если упоминать брошюрку, то с ней тоже есть пару интересных моментов. Начнем с того, что вот где я на самой обложке нарисована. Эту фотографию мы делали вместе с Юлей дома на айфон около стены в ее комнате. Вот такая вот я сижу радостно, еще в очках тогда ходила. Конечно, тут есть по стандарту, что печататься в любой брошюре, но уже с новым дизайном. Вам и бои, и аккорды, и прочее, прочее, как настраивать инструмент. Самое главное я информация про меня в конце. Тут и написано, кто это такая, что почем, да почему. Тут даже есть моя фотография с бибрятиной. Вот клево, с бимочкой. Что еще интересно, обычно на всех брошюрках печатается какая-то песня, которую ты можешь выучить и сыграть. Но опять, вопрос авторских прав. Я лично песни не пишу, кроме джингла, момента жизни и все. Я как-то... сочинительство песен обошло меня стороной. Если я не сочиняю сама, может быть взять какую-то другую чужую песню? Но какую? Была идея брать что-то простенькое по типу батарейки или вахтерам. Но вот эти две песни у меня в блэк-листе. Я уже не могу, я уже не можу. Я их, видимо, настолько заиграла в какой-то момент, что у меня уже... когда я слышу их. Я предлагала сделать раздатку на песню группы Валентин Стрикала «Наше лето». Но ситуация в том, что если это не моя песня, а чья-то чужая, значит нам нужны что? Правильно, авторские права. И с этим трудности опять. То есть нужно как-то пытаться это все юридически оформить. Это лишняя волокита. Еще не факт, что человек согласится. В общем, это все очень сложно. Поэтому мы такие подумали, блин, а зачем нам вообще в принципе печатать песню? Вот для чего? У вас есть уже интернет, и вы умеете им пользоваться. Загуглили, распечатали себе там раздачку, или там на разбор посмотрели. И все, ку-ля-ля. И мы вообще решили тогда переиграть эту игру, вообще не печатать песню, а сделать такой момент как бы для заметок, чтобы вы могли что-то написать, переписать, чтобы вы новое узнали. Потому что, как вы знаете, ваша даречка прежде всего учительница, преподавательница по музыке, по укулельке. То есть, соответственно, когда я что-то в своих разборах объясняю, это нужно что? Правильно. Не только запоминать, но и лучше, конечно, записать где-то. Я надеюсь, вы все тетрадочки еще какие-то ведете. Вот, если нет, то в принципе можно тут делать пометки и радоваться жизни, играть и изучать инструмент. Так что, мне кажется, это даже был намного лучший вариант вообще ничего не печатать, чем печатать какую-то песню. Как вы думаете? Вот, напишите в комментариях, мне будет интересно это почитать. Ну и последняя штука, которая идет в основном комплекте с инструментом, это стикер-пак. Причем этот стикер-пак А4 формата, ну, прям дооборотно, мощно, можно хоть куда наклеить, а то постоянно наклеиваешь какие-то такие дела, приходится вот так вот смотреть. У нас, конечно, был с Наташей протестив до, вообще, укулельки, до вот этого проекта. В целом, мы взяли его за основу, то есть я осталась, и вот эта акулелья, она тоже уже была, мы их просто немножко переделали, ну и добавили всякой штуки, что это вот акулелья нарисована, что бренд флайт, что вот всякие штучки, напоминание, что ты супер. Я не знаю, вот, ребята, у кого есть мой инструмент, вы клеили наклейку акулеле на акулеле. Вот, расскажите мне, мне стало прям интересно. И также, помимо основного инструмента, у меня дополнительно вышел подписной ремень для акулельки, а потом еще и для гитары есть. Гитаристы, да-да-да, вы не ослышались, для вас тоже есть ремень лично от меня. И каподастр для акулелек. С ними, в принципе, было то же самое, то есть мы продумали дизайн, мы уже отталкивались от того, что у нас есть. Ремень вышел действительно добротный, яркий, мощный, сочный, фреш и джуси, мои любимые слова сегодняшнего ролика. Ну и также он подойдет к любому виду акулелек, то есть и для концерта, сопрано, и для тенора, пожалуйста. Далее на очередь идет каподастр, и это просто выстраданный каподастр. Он сделан из моих слез. Может, этот подойдет? Я сделал его из своих слез. Что же с ним произошло? Почему я так говорю? Во-первых, начнем с того, что я думала, что мы будем делать каподастр голубого цвета, но, как оказалось, голубый каподастр уфлайт уже есть, и синий тоже, и делать точно такое же, только с моей гравировкой, немножко было бы странновато. Поэтому такие, ну давайте желтый тогда сделаем. Цвет желтый, это понятие растяжимого, потому что бывает столько оттенков, столько окрасок. Первоначально были вот такие вот варианты. Мы определились с желтым-желтым, и начали это все как-то пытаться дать на фабрику, чтобы они это покрасили. Но у них это не получалось. То сначала съезжала надпись, она была какой-то кривой, то она неправильно гравировалась. Да, кстати, она не просто напечатана, она выграверена на... выграверена на... она выграверена... выграверена... на каподастре. То есть она прям... выбита там, да. То далее начались проблемы с этим вот этим нанесением и с цветом. Он получался какой-то золотой. То есть это был желтый примесь с металликом, и получился золотой каподастр. Потом предложили, давайте вообще поменяем способ нанесения. И в конечном итоге, спустя несколько месяцев после основного официального выхода инструмента, появился подписной каподастр. И он отличается. То есть, во-первых, он очень тугой, это очень хорошо для инструментов, подойдет, вас ничего не будет дребезжать и жужжать, все струнки прижаты. Во-вторых, нет вот этого металлического напыления, он полностью гладенький, глянцевый и яркий, такой прям желтый-желтый. Вот как вы видите сейчас на своих экранах, он прям и в реальности такой же желтый. И, конечно, для этой штуки мы сделали вот такую вот упаковку, причем я придумала специально там забавный абзац, вообще, что это такое, для чего вообще это надо. Эта необычная прищепка называется каподастр. Теперь тебе не нужно наматывать карандаш резинкой для волос и ломать пальцы в надежде зажать сложный аккорд. С этой штуковиной ты с легкостью сможешь играть и петь в разных тональностях с простыми аккордами. Но давайте признаемся честно, мне кажется, у всех хотя бы раз на укулельном или гитарном пути была такая ситуация, что вам нужен каподастр, но его под рукой нет, поэтому мы брали карандаш и резинку для волос. У меня такое было и не раз, так что все честно. И данный проект про подписную укулельку и аксессуары к ней я нигде не афишировала, то есть это был некий секретик. Не было никаких прогревов, не было ничего. Я вот просто взяла и бахнула анонс, релиз, что вот, пожалуйста, я выписала укулельку. И ремни для укулельки были распроданы всего за два часа, потом мне пишет пиар-менеджер, и говорит, все, вот, пожалуйста, продали, что делать? На самом деле, мне как преподавательницы по укулеле, инфлюенсерки очень приятно иметь и осознавать, что у меня есть свой собственный подписной инструмент. То есть, да, одно дело, когда вы играете на любимом инструменте, а другое дело, когда это ваш любимый инструмент, да еще и с вашим именем и фамилией. Максимально кастомная вещь. И для меня, вот уже прошел год, как эта укулельечка появилась на свет, поэтому мы можем ее поздравить с днем рождения. А это действительно очень важный этап и очень важный момент для укулеле комьюнити. Раньше наше общество, в частности русскоязычным, советской закалки. Если это инструмент, то он должен быть, во-первых, чтобы ты, короче, страдал, когда ты на нем играл. Чтобы у тебя что-то получилось, тебе нужно страдать. И если это инструмент, значит, это нужно очень такой серьезный подход. А укулелька ломает этот шаблон. И мне же хотелось, да и до сих пор хочется, попробовать изменить представление, мнение людей о вот этом инструменте. Она хорошо строит, и не расстраивается. Хорошо звучит. При этом за ней не нужно ухаживать. Вообще супер круто классно. Да еще вдобавок, можно пошутить над этим мемом. То, что типа акула, акулель, ахахахахахаха. То есть получается не просто бороться со зломом, примкнуть к нему и его же оружием победить. Поэтому я вижу ваш фидбэк, который вы мне присылаете в личные сообщения или отмечаете в сторисах, что это действительно так. На укулельках, и в частности на акулеле, играет разного возраста, разного полулюдей, бинарно-небинарной персоны. Вы тоже, я вас всех вижу. Все отлично. Поэтому для меня вот таким поступком, вот этим шагом выпустить подписную укулельку было важно как-то поднять наше укулель-комминти. Я очень надеюсь, оно и будет развиваться дальше, например, скоро книга выходит. Это действительно важно для меня событие, выход укулельки, что я аж томила татуировку, где акула играет на укулеле. Мем вышел из-под контроля. Я отношусь очень серьезно к своей работе, я обожаю свою работу, я обожаю свою деятельность. Вот это событие, этот инструмент не просто инструмент, это ребенок для меня, это моя деятельность, это моя дядище. Ну вот я такая вот с прибабахом мадам, люблю какие-то вещи, которые очень сильно для меня важны. Давайте видеть дырок. В честь дня рождения акулелей и аксессуаров к ней хочу напомнить, что вы можете приобрести что-то или полный комплект скрипышей по ссылке в описании. А по моему скидочному промокоду KIRPIDGE.DOTSTANIN будет действовать скидка на онлайн и офлайн магазины DINATON и укулеле Центра. Мне кажется, можно 15 февраля сделать днем акулеле. Вот 2 февраля день укулеле, а 15 февраля будет день акулеле. Ставим класс, если вам нравится такая идея. Надеюсь, вам было интересно послушать, как же все-таки это происходило, что же осталось за кадром, потому что мы всегда видим только конечный вариант. Расскажите свою историю в комментариях вообще, как укулеле или акулеле изменило вашу жизнь. Может, вы что-то новое для себя открыли, может, вы чему-то новому научились и поняли, что музыка не так сложна, как нам ее говорили в школе. Напишите свою историю, я обязательно все прочекаю, про лайку посмотрю. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok